МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Студия телеканала ЖТСУ работает в прямом эфире. Как вам уже известно, ежечасно журналисты телеканала ЖТСУ с представителями всех служб края ЖТСУ предоставляет вам полную информацию о сложившейся ситуации. И у нас сегодня в гостях пресс-секретарь Акима Алматинской области Халмурат Жукель. Здравствуйте! В первую очередь, которая волнует всех, это те люди, которые нам звонили, и вам, наверное, звонят в нашу редакцию, сколько звонили те люди, которые остались без работы из-за объявленного карантина в городе Алматы. Что с ними будет? Как они будут дальше действовать? Ну, ситуация не такая уж плачевная по безработице, да, те, которые остались. Многие люди, наши жители области, которые работали в Алматы, перешли на дистанционную работу. Но, тем не менее, есть факты, где человек был самозанятым в черте города, теперь он лишился своего постоянного места работы и остался безработным. Для таких случаев им необходимо в первую очередь обратиться по месту жительства в центре занятостей. Я попрошу указать телефоны в эфире, позвонить, им проведут консультацию и трудоустроят. В случае, если по его специальности вакансий не будет, мы проведем и переквалификацию данного специалиста на другую отрасль и будем оказывать меры поддержки. Здесь бы я хотел обратиться к жителям Алматинской области. Мы сейчас совместно с АО «Фонд развития предпринимательства в дому» разработали региональную программу «ЖИЦУ», которая также позволит заниматься уже непосредственно своим бизнесом. Для этого из областного бюджета выделено 500 миллионов тенге. Это большие средства, которые могут как раз-таки поддержать начинающего предпринимателя. И какие-то планы действий по этому поводу уже есть? Да, мы работаем. Даже сейчас мы в эфире в Ахимате области проводятся совещания по недопущению сокращения рабочих мест совместно с правительством Республики Казахстан. Ну а как дела обстоят по ценам, которые растут, если в одном магазине одна цена, а в другом магазине уже другая? Я бы хотел начать с медицинской маски, дальше перейти к ценам. Вы знаете, сейчас ситуация сложилась, что в некоторых магазинах нет масок. Тем не менее, в некоторых сайтах оптовые реализаторы, так называемые в кавычках я беру, реализуют в большом объеме маски. Что это говорит? Значит, это мы столкнулись с перекупщиками, которые искусственно создают ажиотаж вокруг масок и тем самым повышают цены на рынке. Сегодня уже было объявлено, что задержан, в кавычках еще раз, предприниматель, который собирался продать 250 тысяч единиц масок. Сейчас данный товар конфискован. По отношению данного лица проводится досуденное разбирательство. Значит, такую же ситуацию мы наблюдаем среди некоторых предпринимателей по продуктовым магазинам. Значит, сейчас основания для повышения цен нету, потому что в области имеется достаточное количество продукции, есть стабилизационный фонд, есть резерв государственный. Естественно, в случае повышения цен мы будем выдавать уже свои товары. По тем моментам, которые сейчас имеются, допустим, если цена картошки буквально вчера стоила, к примеру, 60, сегодня 90, прошу написать на горячую линию WhatsApp по тематам Алматинской области по номерам 837-202-82-22. Еще раз повторить. 837-202-82-22. По каждому случаю мы будем принимать меры. Просьба писать лаконично адрес, место расположения, название данного магазина и, соответственно, имя заявителя. И по каждому будем принимать меры. Также созданы в каждом районе мобильные группы по мониторингу цен, которые, в свою очередь, также принимают меры. Рейдовые мероприятия, они наверняка проводят? Да, обязательно. Рейдовые мероприятия проводятся по проверке режима овощей, в целом режима ЧАЭС, но и также по ценообразованию на рынке. Но скажите, пожалуйста, масок все равно не хватает? Вы говорили, что наверняка перекупщики действуют, но одного выявили, возможно, и другие есть. Но в аптеках, вот лично я сама прошлась по нескольким аптекам города Толдыкурган, везде написано масок нет. Ну, хотя, я думаю, может быть, население уже купило за это время. Ну, все равно через каждое. Действительно, в ряде аптек наблюдается нехватка масок. Некоторых есть, но в уменьшенном количестве. Сейчас все наши швейные цеха, малые и большие, переходят на швейные маски, малевых повязок. Кроме этого, наше предприятие Доча Фарм, которое находится в Велийском районе, сейчас увеличивает поставки масок. То есть, они запустили третью линию, которая позволит в два раза увеличить количество масок. Два раза, не зря сказал, потому что в прошлом месяце они произвели полтора миллиона масок. То есть, уже в этом месяце по запуску этой линии можно будет обеспечить в месяц 3 миллиона. Сейчас по стране ежедневно производится около 200 тысяч масок, но увеличивается, скажем, мы призываем всех швей, чтобы они тоже подключились к этой работе. И нас уже услышали в регионах, и уже приступают к переориентировать свой бизнес под эту продукцию. Пока в Талдыкургане все торговые точки работают, и большие, и маленькие. И как их работа будет контролироваться? Создан был штаб, как они будут работать? Вопрос можно? Как они будут работать? Вот лично тот человек, который мне звонил, мы даем телефоны, и они нам дозваниваются, задают вопросы. Я задаю вопрос телезрителя. Он говорит, мы вчера сегодня спокойно посещали торговые дома, вот даулет и еще какой-то торговый дом. Мы спокойно ходили, приобретали продукты, все отделы в этом торговом доме работали. А когда подходили, говорят, к продавцам, они говорят, купите быстрее, нас будут закрывать. И тут у них тоже непонятная информация, и они звонят нам, говорят, как это будет. Там закрыли в центре, здесь еще работает, как дальше? К сожалению, это классический случай того, что манипуляция населением. Мы изначально, когда вводили режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайное положение в стране, давали разъяснения по этому поводу. Магазины, торговые дома, в которых расположены продуктовые магазины, они работают. Товары первой необходимости имеются в достаточном количестве. Но для чего это, говорится, купите быстрее? Это спекуляция населением для того, чтобы создать искусственный ажиотаж среди населения. Это плохо. Мы этим вопросом будем дальше прорабатывать, заниматься. Еще раз хочу пользоваться и фирмой сказать, что причин для ажиотажа никакого нет. У нас есть стабилизационный фонд, продукция обеспечена, в складах имеется, поэтому мы держим ситуацию под контролем. Поэтому причин для... Закупаться? Закупаться нет. У меня буквально вот житейский вопрос. Мне вчера мой одноклассник звонил, он говорит, закупил продукты на месяц. А, на два месяца, все, я могу закрыть дверь и лежать. Я говорю, ну, испортится же все. Тем более причин для этого нет. Все есть в наличии, а цены мы будем регулировать. Тем более все мелкие магазины будут работать. Режим работы немного поменялся, мы об этом сообщали. А в целом они будут работать в штатном режиме. Конечно, развлекательные центры, это уже по ним отдельный вопрос. Мы это озвучили, если можно, мы можем повторить. Давайте повторим еще раз, но прежде давайте ответим на вопрос телезрителя, потом продолжим. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алла, салима. Салима, салима. Мен Алма-классу, уралдары, Канжак Аулынан, зандартшимы. Без Аулынан, Канжак Аулынан, сургундары, негаза көзінкесе, тюльгардан алады продукта. Барах, дюген күлде продукта, өте күмбат. Магазинтан, бәр, кешпой болткалған. Бәр минут, Канжактан продукта, айттыңыз? Бұлдар, Канжак Аулынан, сургундары, район, суржадан алады продуктаны. Бүгін күмде продукта, өте күмбат. Енді біз қалай күмкерім, бұл, мен өзің дағыз бастанам, яғызым түшін жүрі құруқта инвалид. Бұл құрын бұл, мен өзің... Алладың құрын құрын қалайыз, құрын күмкерінің бүйінді. Бұл құрын құрын күмкерім, бұл құрын күмкерім, бұл, мен өзің бұл бұл, береді. Но мы не можем работать с аппаратами. Мы не можем работать с аппаратами. Рахмет, в казах тілінде дай тисыныкты олышан айтаверсен. Айтаверен, да? Это, видимо, была малообеспеченная семья, тем более ребенок инвалид, а цены на продукты выросли, ей приходится ездить в райцентр, чтобы купить. А у нее такой возможности нет. Каждый случай, подобный случай, мы будем рассматривать индивидуально. В случае карантина, допустим, мы тоже рассматривали в ручном режиме, некоторые вопросы решали. Почему Аман Даговасович поехал перед началом карантина в город Алматы совместно с его коллегой Ахимом города Алматы, Бахшен Абдирису Сантаевым? Вот об этом мы подробно сейчас расскажем. О всех блок-постах сейчас есть звонок. Мы вас слушаем, говорите. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Прервалось. Давайте тогда продолжим. О блок-постах мы показывали сюжет, но тем не менее расскажите подробно, как там ведется работа. По периметру города поставлены, установлено 27 блок-постов. Это вот непосредственно на границе города. Теперь по периметру от 5 километров поставлены дополнительные блок-посты в количестве 82 единиц. Там дежурят полицейские наряды, там дежурят наши представители местных исполнительных органов, которые проводят разрешительную работу, чтобы не создавать заторы на основных блок-постах. К сожалению, мы вчера видели, некоторые люди в погоне за дешевым хайпом приходили туда и создавали, устраивали, прямо скажем, шоу. Когда сотрудники правоохранительных органов принимали соответствующие меры, выяснялось, что они находятся в нетрезвом состоянии. То есть, казахты не бұргы, біреге басқайы қолбатсы, бұлар алып, мүйкен мәстен ойынға айын алдырғатыр. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Салематсызба. Салематсызба. Менің сырағым бар еді... Коя беріңіз? Біз Елески, қаяны тұрамыз, Леауданда. Леауданны джапек-патырда тұрамыз. Менің жолдасын, часыны неде жұмыстейді, жұмысқа шығалмай атырмысалы. Біз қалай жұмыстейді, қалай жұмысқа бағыт келеді, бірақ қалған ақшасын аламай атырмыс. Бауларға, например, бізге тұқадықтауы көрес, теген сен, дар бер жүретінен ақшамыз аламай атырмыс. Кімнен жұмыс беруші Алматы ғаласында олдымасында? Алматы ғаласында олдымасында олдымасында? Бұл ғаласында олдымасында олдымасында олдымасында? Бірінші мәселе, қарантин еңізге бұрын Алматы ғаласында әкімдігі үбкіл жұмыс берушілікті әйткен. Қажетті мамандарыңыз болса, қаланың алмағынан оларға уақытша тұрғыны беріңіздер, қамтамасы етіңіздер. Бо қашықтан жұмыс істеуде көріній көрінің. Продолжение следует... Еще один телезритель дозвонился. Это сигнал, я уже записал. Второй человек в районе звонят и говорят, что повысилась цена. Скажите, пожалуйста, какие меры будут приниматься к тем людям, которые рассылают фейковую информацию? Можно я перед ответом на ваш вопрос хотел бы сделать важное заявление? Потому что буквально недавно был документ принят, примерно час-полтора. Значит, главный санитарный врач Алматинской области принял постановление. В связи с карантином многие лица, которые проживали или работали в городе Алматы, перешли к нам в область. Для них теперь обязательно 14-дневный карантин вводится. Во время карантина им запрещается куда-либо выходить, оставаться на домашнем посту. Им также необходимо путем обзвона в местные исполнительные органы обратиться и сообщить о своем прибытии в область. И они будут обследоваться. В случае повышения температуры, либо каких-нибудь признаков, просим обратиться по номеру 103 и никуда не выезжать. Это первое. Второе. В этом же документе в постановлении говорится о требованиях к грузоперевозкам. Теперь все товары, которые подлеждают к грузоперевозке, должны герметично быть упакованы для санитарной обработки. Во всех постах будет проводиться обработка товаров. Поэтому прошу всех заинтересованных лиц обратить на это внимание. Давайте ответим на вопрос телезрителя, потом продолжим. Мы вас слушаем. Алло. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. У меня такой вопрос. У меня вчера сделали сыну операцию в городе Алматы. Мы живем за городом Алматы, в городе Ясык. Теперь у него выписка будет только после наурыза. Числа 25-го. Мы сможем его спокойно вывезти сюда, к себе? Спасибо. Хорошо. Аналогичные вопросы есть везде. Потому что ведущие республиканские научные институты находятся на территории города. Там тоже лежат больные, которые проходят медицинское обследование. Каждый случай будет рассматриваться отдельно. Если конкретно сказать, то мы озвучили номер телефона по WhatsApp 837-202-82-22. По нему вы также можете обратиться, и вам дадут консультацию. Каждый случай нам из Арканского района тоже звонили, спрашивали, как быть, ее поставили на портал, ей надо выехать в Алматы, у нее сердечные проблемы. Но мы тоже попросили обратиться. Нет, каждый случай будет прорабатываться индивидуально. Ну, допустим, действительно, если у нас в области нет таких центров, которые могут квалифицированную помощь оказать, но я бы не сказал, что у нас в области нет. У нас, допустим, в Талтокургане отличный кардиоцентр есть, который оказывает современные медицинские услуги. Но в любом случае вам стоит обратиться по указанному номеру или обратиться в местные исполнительные органы. Я имею в виду Вакимат. Каждый случай просмотрим индивидуально. Ну, давайте теперь расскажем о недостоверных информациях. Если честно, мы устали говорить всем, что это неправильно. Мы уже сами начали рассылки делать, что вот эта информация неправильная, вот эта недостоверная. Какие меры будут предприниматься? Ну, в мерах я отвечу во второй половине. Во-первых, я хотел бы сказать, мы сейчас по поручению нашего главы государства перешли к формату слышного государства. Любое обращение мы все отрабатываем. К сожалению, есть люди с погонями за комментами, лайками или мгновенной известностью делают подобные шаги, которые караются законом. Мы тоже действительно устали об этом говорить. В пользу случаям я бы хотел заявить, что есть официальный сайт, в котором вся информация размещена. В случае подобного случая мы информацию не скрываем, мы об этом сообщаем в первую очередь. На территории Алматинской области на сегодняшний день, вот прям на 14 часов регистрации коронавируса нет. Поэтому, чем более мы ежечасно об этом сообщаем руководству, телеканал ЖИЦУ выходит в прямой эфир, в случае чего вы узнаете об этом первым из достоверных источников, нежели не верьте мессенджерам. Мы видим, какие случаи происходят. Недавно было в Текеле директор школы распространил эту информацию и верит, потому что это директор школы. Раньше директора школы были на уровне Ахимами. Значит, это такой человек, должностное лицо позволяет себе отпуститься на такой уровень. Она потом просила прощения, видео распространилось, но мне было стыдно, за нее стыдно было. Поэтому были случаи у нас в Казахском районе, врач-гинеколог как-то стал врачом-вирусологом. И гинеколог сообщает, что поступили в Алмате, уже столько-то случаев зарегистрировано в то время, хотя в Алмате случаев не было. Это взрослые люди. Это взрослые люди, не дети. К сожалению, время нашей программы закончилось, но в двух словах Ваши пожелания, наши телезрители. Уважаемые телезрители, элементарное правило санитарной безопасности – почаще мойте руки, лицо мойте, носите маски. Если нет масок, есть много лайфхаков, как это можно сделать. Избегайте места скопления людей, не нарушайте закон. Вчера мы буквально обошли некоторые увеселительные заведения, по ним тоже принимались меры, но и люди там есть. Если бы не было спроса, не было бы предложения. Поэтому берегите себя и своих близких. И своих близких. Вот на этой хорошей ноте завершим сегодняшнюю нашу программу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин